В конце октября в отеле Splendid прошла очередная встреча русскоязычной диаспоры в Черногории. Перед официальной частью были дегустации колбас, конфет, напитков, мастер-классы по живописи, выставка картин и презентации разных интересностей. Как обычно, было два зала. Для детей была своя развлекательная программа. Официальную часть открыл председатель диаспоры Александр Хирьян. На это мероприятие к нам приехали не только друзья и гости из разных городов Черногории, но и приехали люди из разных стран. Затем выступила Наталья Книжинская, которая создала первое и единственное в мире произведение для симфонического оркестра, хора и солистов, триптих на стихи Петра Петровича Негуша. И как это часто бывает с гениальными масштабными проектами, для реализации его нужна поддержка. Поэтому контакты для связи с Натальей я оставлю в описании к видео. Ты дойти далеко Да, до неба светлого До самого Бога Цель таких встреч, как я понял, показать новеньким и стареньким, кто есть кто в Черногории и чем заняться в предстоящем сезоне, чтобы не мерзнуть и не скучать. Значит, русский центр на сегодняшний день объединяет проекты местного значения, всероссийского значения, и не побоюсь этого слова, международного значения. Самые крупные, которые можно назвать, это вот, например, завтра будет у нас проходить всероссийский географический диктант. Большой, очень международный проект проходит у нас уже пятый год. Это проект «Живая классика». Это детский конкурс чтецов. Каждый год организуется «Неделя русской культуры», и каждый год проезжают ансамбли, танцоры и интересные люди из России, которые готовят спектакль в городе Берли. И я думаю, что это интересно всем жителям, не только этого города, но и в других городах. Много людей покупают радиаторы, которые работают от электричества. Вот, пожалуйста, избегайте их, потому что щита, которые в зиму вам придут, вас не порадуют. Примерно, чтобы вы понимали, если вы выбираете между там норвежским, шведским радиатором и обычным или инфракрасным, вы говорите об эффективности в 5%, в 3-5% повышения эффективности. Если вы будете включать кондиционер обычный, то вы повышаете эффективность в 2-3 раза. Поэтому, может быть, это не очень комфортно, но, пожалуйста, включайте кондиционер на отопление, если у вас другого ничего нет. Это самое лучшее. По-русски правильно «Херцег-Нови». Объясню, почему. Во-первых, в русской традиции считается, имена городов не переначивают на русский язык. В оригинале он называется «Херцег-Нови». А во-вторых, это не глупая ошибка, но он считается правильным писать через дефис. Так, если мы хотим использовать наименование этого города, то, крайне всего, говори «Херцег-Нови» через дефис. У нас город действительно находится за паромом. Это немного усложняет логистику из того же Тивыда или Будмы. Но при этом у нас этот город живет круглый год. Например, сегодня празднуется День освобождения. Была целая неделя мероприятий, которое было посвящено Дню освобождения «Херцег-Нови» от фашистской Италии. Так какого рода мероприятия проходят в течение всего года? Например, с февраля по март целый месяц будут идти фестиваль мимозы. Мне очень нужны творческие люди. То есть люди, которые умеют петь, умеют танцевать, занимаются оригинальным жаром, фотографы, видеооператоры и так далее. То есть те люди, которые в чем-то могут раскрыться. Потому что в данном случае у меня чисто коммерческий интерес. Потому что я сюда хочу в межсезонье, потому что я посмотрел, как здесь все происходит. Вот летом очень активно, зимой пусто. Я хочу сюда начать потихонечку предлагать, по крайней мере, корпоративным клиентам, ну, различным корпоративным клиентам из России приезжать сюда. И на несколько дней, чтобы у них было, допустим, обучение, отдых и какая-то интересная программа, ну, вот гал-ужин, еще что-то. Здесь как-то спокойно и можно вечерами спокойно гулять. Никто не предлагает часы. Знаете, как господинец Парижа, такой человек, темный человек, Париж, да, вот это, часы там, всякий барабанок. Вот, и как-то вот мало таких стран, ребятушки, осталось на планете, честно вам скажу. Много Париз, но очень мало. Поэтому эта страна чистая, чистая, незагаженная, вот. И здесь очень комфортно. Обратите внимание на этого человека, каждое воскресенье, уже не первый год, с его подачи в баре играет волейбол. То есть приезжает в Подковице, приезжает в бар, приезжает в Ростякнове и ведут серьезные баблы. И, кроме того, Наталья Смирнова ведет секцию по флорболу, так называемого. Это женский вариант хоккей, с легкими клюшками, с легкими печальнями. Что такое арт-вечеринки? Это новый формат отдыха, где в течение трех часов собираются люди в очень интересных, красивых ресторанах города, проводят встречи, общаются, знакомятся. Мы пишем картины под бокал вина, под вкусные закуски от шахтового ресторана. С нами работают фотографы, все это фиксируют, фотографируют. Два раза в год мы встречаемся по окончанию сезона и в начале сезона, когда более-менее свободно встречаемся, поем песни, играем в игры, решаем, куда идем, покоряем какие-то вершины, наруги у них там на сходили. Ближайшее мероприятие у нас хилое, так что приходите в бар, подкусим. Встаньте, выйдите на улицу, познакомьтесь с людьми, сходите на 60 секунд, сходите в Виксмарт, сходите на диаспору, сходите, куда еще у нас можно сходить? Везде сходите, в Ловко туда можно сходить. Вот, да, вот все люди здесь, которые сидят рядом со мной, они тоже какие-то ништяки проводят. Поэтому, ребят, я приехал в Четногорию в 2006 году, вот тогда здесь было скучно, было груз, у нас было три русских на весь герцепноре. Я вообще сказал лично, и мы не разговаривали. Или разговаривали, не важно. Все мы знаем, что море у нас не всегда бывает чистое, много пластикового. И на своих досках мы имеем возможность добраться до тех мест, куда не дойти пешком, куда не доплыть на яхте, предположим. И в этом случае у нас, наши доски являются транспортным средством. Мы чистим, предположим, остров Святого Марка. За этот сезон мы собрали порядка 15 пометров пластика. Моя организация называется «Доброе море». Это такой проект культурно-образовательный и реабилитационный благотворительный. У нас есть площадки в Александр-отель, недалеко от ИЦФК, в центре города, Целопосклатные поступки в Италии. Готовы там проводить и мастер-классы, и творческие вечера, и лекции. В программе у нас все это стоит. Кто-то ходил на мои музыкальные четвертые в прошлом году, знал, что они будут продолжаться. Они будут продолжаться в новых форматах. И как в арху же, с 15 до после 15 ноября. В общем-то, Барисовичный шампутный клуб «Чекмейк», который мы с приятелями открыли в июне месяце этого года, это стационарный клуб, школа, подход к обучению максимально серьезно. Дети проводят там от трех часов и более на занятиях по три раза в неделю. Так вот, наши ориентиры, перспективы и задачи. Мы ориентируемся на, естественно, мероприятия, которые проводятся в шахматном мире, в ближайших государствах и внутри Черногории. Мы посещали международный отборочный европейский турнир в Греции. Проходил в Ульцине отборочный турнир. От клуба там принимало участие пять человек. Все показали очень хороший результат. И двое даже заняли первые места, все это возрастает по группам. Мы провели четыре и на прошлой неделе на выходных пятый мастер-класс для детей. У нас занимается в данный момент 60 деток от 5 до 15 лет при возрастной группе. Дети постигают актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, основы режиссерского и сценарного дела. В этом году мы ввели еще стори-тейлинг, такое новое веяние, и видеоблогинг. А в прошлом году мы начали снимать кино. Мы сняли пять короткомитражных фильмов, и в мае была премьера в кадре «Синепрекс», на которую могли попасть все желающие. Был аншлаг, сотрудники кинотеатра приходили фотографировать. Такое количество людей в кино здесь никогда такого не было. На сегодняшний день у нас существует подготовка детей в школе. На сегодняшний день мы проводим лодку английского и черноборского языка по трём футболу, в том числе и для взрослых. У нас появится рисование, вот сегодня говорилось, у меня с Натальей Смирновой. Она не только проводит футбол, она еще и талантливый художник. Она ведет у нас рисование. Гореографическая студия у нас существует. У нас работает логопед. И в этом году, с первого сентября, у нас заработана в следующей школе, куда пришли первоклассы. Мы оборудовали специальный класс, партами, всем необходимым материалом. Дети у нас, самый главный процесс обучения, чтобы дети чувствуют себя свободным, конкретным. Санитарем мы начинаем брать информацию, перестать коронавирусом. Дети начали на адреса. Впереди у нас с комитетника начинается логовая комедия. Вот это, по предстоящему мероприятию. Мы будем много ходить в ваку-будыру, в ваку. В один из дней у нас даже планировано, дети будут писать письмо потоком. На 14-16 часу. Где-то хотят его закопать. У них есть такая большая идея. Не знаю, мой клуб никак не называется. Это клуб. Просто клуб. Просто клуб. Можно называть его «С вами» клуб. Потому что те люди, с которыми я здесь работаю, те люди, которых я поддерживаю, и потенциал, в которых я хочу рассказать, занимаются музыкой в основном. В основном потенциальная музыка. Мы являемся официальными представителями компании «Акадрес» в Чернобуре. Это беспроводная охранная система. То есть есть функции умного дома. То есть мы, в принципе, можем разыграть для вас любой сценарий вашего дома. После выступления спикеров произошел раскол. Начался концерт и дегустация. Поэтому, несмотря на потрясающие по мастерству исполнения номера и песни, многие выбрали вместо зрелищ хлеб. О, мой море, ледок скалом, Ты ненадолго подаришь мне боль. Я хочу, чтобы это был сон, Но, по-моему, я не сплю я. Но это, я дышу домой, жаль, Но я тебя люблю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А после концерта мы поехали на автопати в Анатолию лаунж-кафе, где можно было попробовать устрицы, корейские закуски, шашлык, мидии, другие вкусности, познакомиться и послушать песни. Как видите, здесь замечательные ребята из Черногории накрыли замечательный стол. И вообще здесь очень красиво, прекрасная погода, замечательное настроение. Всем добра, счастья, любви и здоровья. От себя добавлю, что если вы хотите приехать или переехать в Черногорию, но не знаете, из чего начать, куда пойти, к кому обратиться, напишите мне, я поделюсь контактами людей, которым могу доверять. Собственно, для этого я и делаю этот канал «Реальная Черногория». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова